Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня 1 июня и стартанула новая торговая лавка. Это значит то, что абсолютно все товары обновились и значит то, что нам вновь нужно набрать эту полосочку в 1000 поинтов. Само собой, имеются разные причины по быстрому сбору. Кто-то, например, только подписку оплатит в конце месяца и нужно будет экстренно собрать всю эту полоску, набрать 1000 поинтов. А кто-то просто-напросто планирует в Диаблу с головой уйти, как я, например, и хочет побыстрее и побыстрее на текущий момент все абсолютно собрать, всю эту 1000 поинтов. Я прекрасно понимаю обе позиции и давайте сейчас все рассмотрим. Покажу на примере своего ДК, на примере своего аккаунта, что я делал с целью того, чтобы получить этого попугая всего лишь за 50 минут. Суть в том, что текущая награда это Крякс, фиолетовый попугай, старший и даже еще более громкий брат Чирика. А Чирик у нас откуда он идет? По-моему, с Вольной Гавани. Не суть. В общем-то, такого фиолетового попугая нам дают, если мы полностью заполним полосочку в торговой лавке. Что было сделано мной? Я убил 30 мобов, используя игрушку под названием Медальон Пылающего Защитника. Игрушка, насколько мне известно, с Огненного Солнцеворота. Быть может, она у вас уже имеется. Также убитый ворлд босс в Драгонфлайте. На текущий момент это Базрикрон. Далее выполненное ПВП локальное задание. Мы за него еще получаем кровавые жетоны, поэтому мы сразу делаем два пункта одновременно. Далее, что есть? Изготовьте гребень Пламени Тьмы. Если мы можем выкрафтить три каких-то гребня из имеющихся у нас фрагментов, то просто юзаем, прокликиваем, и это все засчитывается. Далее, выполнить 15 локалок. Есть легкие локалки по типу Битвы Питомцев, Убийство Пары Мопчиков или там Гоночки, например. Мы получаем голдишку, что в целом довольно-таки неплохо. Также можно вообще сделать там 15 одинаковых локалок на 15 разных персах. Что мне еще в этом нравится? То, что имеется локальное задание, где нужно просто поговорить и выбрать, кому мы помогаем. Гневиону или Сабелиону. А это считается как локалка, поэтому почему бы не сделать такую легкую штучку. Далее, Убийство Аллочных Гоблинов. У кого-то до сих пор нет скакуна Тиреля, кто-то хочет дропнуть какой-то трансмог. Убить их двух, это значит потратить полчаса, там час максимум, да, смотря в какой момент вы зайдете в игру и вообще захотите килять тех гоблинов. Почему бы их и не кильнуть? К тому же, насколько я правильно помню, за убийство двух Аллочных Гоблинов дают целых 250 очков, а это целая четверть. Круто? Да, реально круто. Что еще из легкого имеется? Заказы, конечно же, мы можем с твинка кинуть на мейна. Также мы можем 4000 репы формануть. Почему бы и нет? Также я видел, там есть поручение на открытые двери в скерском хранилище. Тут сложно будет найти. Нам нужны ключи от скерского хранилища, суммарно 10 штук. Там нужно 10 дверей разных открыть. То есть даже в теории, не забирая лут с этих дверей, мы ходим, юзаем ключики и вылутываем поинты. Круто? Ну да, в целом неплохо. Так-то особо, если вы никуда не торопитесь, то ясное дело, это все накопится само по себе. Но, как уже сказал ранее, если вы хотите поскорее свалить в Санктуарий, в Диаблу 4, то, да, конечно, лучше сделать все сейчас и потом на это просто-напросто не отвлекаться. Как-то так. Что ж, на этом все. Желаю вам скорейшего получения маунта. Также не забудьте о том, что довольно-таки интересные награды имеются в самой торговой лавке. Огненные рожки, огнегривый скакун, рейвик, текущая торговая лавка. Очень богато на награды. Присмотритесь к ним. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!